Добрый день, уважаемые господа! Этой вводной лекцией мы начинаем с вами 35-ти лекционную часть курса, которая посвящена созданию блога на PHP. И эта третья часть является завершающей частью курса по PHP программированию с использованием базы данных MySQL. Если в первой части вы изучили всю необходимую теорию для того, чтобы начать беспроблемно создавать сайты на PHP, во второй части, где мы делали с вами стандартный сайт со стандартными функциями, мы с вами все это закрепили, а в этой части мы с вами начнем создавать самый популярный сайт, самый востребованный, потому как сайтов блогов в сети интернет очень много, и многие из них имеют громадное посещение, а значит и вам как программистам, выполняющим чьи-либо заказы, придется создавать такие сайты. И ко мне как программисту неоднократно обращались заказчики с просьбой создать им небольшой, очень понятной в использовании, как самим блогерам, так и его посетителям, и все свои наработки, или почти все я вложил в эту серию уроков. Как видите, с дизайном я не стал заморачиваться, а взял дизайн с прежнего сайта, да и вам не советую изобретать новый дизайн, потому что мы будем с вами изучать PHP и стандартные функции, которые должен иметь блог, а не заниматься дизайном. Итак, к стандартным блокам относятся это сам блог, рассылка блога, какие-то товары, или услуги, или загрузка, и раздел «Обо мне». Обязательно в блоге должна быть поисковая система, которая ищет по статьям блога то, что посетитель сайта захотел прочитать. Итак, как любой блог, он должен иметь категории, где располагаются все наши статьи или заметки, которые группируются по категориям, которые перечислены и являются пунктами меню. При нажатии на категорию открывается список имеющихся категорий в данный момент. Идет некоторое краткое описание, дата написания статьи или заметки, автор, краткое описание, количество просмотров. при клике на выбранную статью открывается вся статья полностью. И далее, как в любом блоге, есть возможность написать комментарий по статье. Это вот эта вот формочка. И так как это наиболее уязвимая часть любого сайта, здесь мы с вами выполним определенные виды защиты. Один из видов защиты. Здесь вставляется с картинки некоторое число или пишется текст. Текст этот генерируется случайным образом. То есть предугадать, какую цифру надо будет вписать, невозможно. Комментарии эти записываются здесь. То есть кто написал этот комментарий, дата публикования и сам комментарий. Открываем другой раздел. И здесь то же самое. Здесь я, для примера, чтобы показать, как работает вывод в цикле, разместил только две статьи. Реально их может быть здесь при огромное количество. Эта полоса может растянуться на несколько метров или даже километров. И в основной части курса я этого не показываю, но в дополнительной части курса мы здесь делаем навигационную панель. То есть можно разбить все статьи, например, по 10, 15 или по 5 и, кликая на цифры, которые стоят внизу, выбирать страницу, которую желает просмотреть посетитель. Здесь точно так же каждая статья, каждый заголовок статьи снабжен гиперссылкой. И в конце каждой статьи имеется возможность написать комментарий. Ну, здесь у нас комментариев нет. И, как вы видите, так же имеется некоторая защита от роботов. Так устроен наш основной блок. Далее у нас есть раздел последние заметки. Раздел, в котором у нас выводится пять последних заметок, что облегчает пользователям нашего блога и сразу же просмотреть новые статьи. Кроме этого, я забыл сказать, что когда человек отправляет комментарии, у нас предусмотрен вариант, что администратор сайта получает письмо с текстом этого комментария и ссылкой на страницу, где размещен этот комментарий, чтобы сразу же можно было ответить. Я не предусмотрел здесь, в нашей форме, электронный адрес комментирующего человека, чтобы можно было ему отвечать на почту. Но это предусмотрено в домашнем задании. И человек, который смог сделать отправку сообщения администратору без труда, сделает и этот небольшой довесок к нашему сайту. Далее у нас будет раздел архив, в котором статьи будут группироваться не как в категориях самих заметках, а по месяцам. То есть все статьи написанные в один месяц будут сложены в одном месте. И также вы видите раскрывается список этих статей, при клике на которую можно прочитать и прокомментировать. Вот здесь у нас вы можете видеть имеется три комментария. Еще один очень полезный раздел это полезные сайты, то что вы предлагаете посетить своим посетителям, или этот раздел можно назвать блоги друзей, это уже будет зависеть от целенаправленности вашего сайта. Как я уже сказал, у нас имеется поисковая система, которая ищет статьи, в которых встречается то или иное слово и выводит список статей, а в дополнительном блоке мы предусмотрим здесь еще и возможность поставить оценку каждой статьи. Также будет высчитываться средний балл этой статьи и будет сделан рейтинг статей. В дополнительном блоке также будет и статистика по наиболее посещаемым или просматриваемым статьям, наиболее комментируемым статьям, а также будем выводить статистику по загружаемым файлам, то есть его размер, количество скачиваний, которое было сделано и другая статистика. Но в нашем основном блоке, продолжительность которого едва превышает 7 часов, я все эти пункты не стал рассматривать, потому как углубляться, улучшать и расширять можно до бесконечности. А моя цель была в том, чтобы вы, потратив всего несколько минут своего драгоценного времени, уже смогли самостоятельно создавать блог, а просмотрев весь курс и потратив на это всего 7 с небольшим часов, вы могли бы уже полностью с ноля написать свой собственный блог, вернее движок для своего блога. Это мы с вами рассмотрели пользовательскую часть сайта, но за это минимальное время мы с вами разработаем еще и административную панель нашего блога, в которой вы сможете добавлять статьи в ваш блог, редактировать, здесь как вы видите в нашем редакторе сначала выводится список имеющихся статей, при клике на некоторую выбранную статью сразу же загружается к какой категории она относится, чтобы можно было сменить категорию и сама статья. которую вы в конце концов можете сохранить также имеется раздел и удаление статей здесь также вы выбираете статью которую желаете удалить и нажимаете кнопку удалить такой же принцип построения идет у нас и созданием новых категорий здесь мы пишем название категории ключевые слова краткое описание то что нужно для поисковых систем и так далее также категории можно отредактировать тот же принцип выбирается категория и здесь вносится сразу же изменение также категории можно и удалять аналогично мы проделали и для полезных сайтов можно записать сайт отредактировать и удалить в качестве домашнего задания вам будет предложено самим сделать раздел тексты но для этого у нас будет подготовлен весь материал необходимый для создания и этой части движка и так как каждая административная панель имеет свой защищенный вход куда можно проникнуть по логину и паролю и эту часть с вами мы с вами сделаем вот очень коротко и все что будет сделано у нас для нашего блога как видите работа достаточно большая но уверяю вас ничего сложного и секретного в этой работе нет и уверяю вас что в конце курса вы поймете что для того чтобы писать движки сайта не нужно иметь симпиадий во лбу а нужно только желание немного знаний и навыка но и знания и навыки вы на этом курсе получите а на этом наша вводная лекция закончена а к следующему занятию прошу вас подготовить категории для блога который вы собираетесь разрабатывать а на этом все удачи и всего доброго там они говорят как они как они